Коронавирус добрался до приморского спорта. Жертвами COVID-19 станут профессиональные спортивные клубы. 1 апреля стало известно о решении приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах «Края» в сезоне 2020-2021. Те средства, предусмотренные на финансирование клуба в начале года, будут перенаправлены в резервный фонд «Приморья» на мероприятие по борьбе с коронавирусом. Такое решение продиктовано новыми реалиями. Эта мера очень серьезная и в какой-то мере судьбоносная. Она отразилась как на спортсменах, так и на спорте в целом. Хочется, конечно, чтобы этот кризис не затянулся надолго. А самое главное, бюджетные средства были перенаправлены, как и сказано, на борьбу с распространением вируса и исправлением последствий, сказал Иван Штыль, серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каное, заслуженный мастер спорта. Я думаю, что все мы понимаем, что ситуация очень дворякая. Спортсмены, которые останутся без контрактов, это прежде всего люди, которые потеряют работу. Я так понимаю, что деньги, полученные с этого мероприятия, пойдут на борьбу с коронавирусом. И на сегодняшний день, может быть, это и целесообразно. Но так это или нет, пускай решает каждый. Нынешнее решение приморских властей не затронет юношеские и детские команды, а вот взрослых ждут печальные перспективы. Уже понятно, что в будущем сезоне луч не будет выступать в футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус. КХЛ покинет «Адмирал». Подобные изменения коснутся баскетбольного Спартака «Приморья» и волейбольной «Приморочки». Сейчас профклубам предстоит серьезная работа. Им нужно будет искать способ, скажем так, перезагрузиться, не потеряв при этом своих болельщиков и самих игроков. Будет тяжело, и я понимаю, какой шок испытают спортсмены. Что им делать, куда идти. Спорт – это их работа. Поэтому руководителям клубов сейчас нужно будет найти способ выжить и пережить эти год-полтора, сохранить имя клуба, найти источники финансирования. Если у них получится, то выйдут победителями, сказал Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга «Приморского края». Что касается поддержки детского и молодежного спорта, то здесь губернатор Олег Кожемяка ставит в приоритет вырастить собственных игроков во всех видах спорта, а не тратить деньги на привлечение звезд. Возможно, наши юные спортсмены перерастут в тех великих спортсменов высшего спорта, которые смогут играть в такой высшей лиге. Поэтому, возможно, это даже будет и к лучшему для наших спортсменов. Это даст им толчок к развитию. Как бы ни хотелось бы, но наши приморские ребята, пусть бы они не играли бы сегодня на таком уровне, на котором играют звезды, на которых мы покупаем и тратим огромные средства. Я думаю, что многие бы ребята, которые бы росли в этих клубах, играли бы в этих клубах. Во-первых, зрители бы и мы все вместе ходили бы за них, болели бы по-другому, потому что это были бы наши ребята, нам бы не приходилось болеть за чужих ребят. Мы выходили за них, болели с удовольствием, смотрели, как они играют, как они выигрывают и как они проигрывают. Проигрывали бы вместе с ними и выигрывали бы вместе с ними. Это нормальная история. Также отмечается, что решение об отмене финансирования спортклубов Приморского края принято коллегиально. Штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение коронавирусной инфекции, и Министерством спорта Приморья. Люди из разных сфер обсуждали и приняли данное сложное решение в сложившихся условиях. Но какое будущее ждет приморский спорт и каким он будет, покажет время. Дмитрий Беломеснов, Новости спорта на восьмом.